Здравствуйте, меня зовут Светлана Алексеевна, я учитель математики Национальной политехнической средней общеобразовательной школы номер 2. Тема сегодняшнего урока теория вероятности. Давайте сначала вспомним, что такое вероятность. Вероятностью события А называется отношение числа благоприятных исходов на число всевозможных элементарных исходов. Есть понятие суммы вероятности. Когда мы ищем суммы вероятностей, это событие, которое происходит тогда и только тогда, когда происходит или событие А, или событие В, или они происходят одновременно. То есть, когда я выговариваю слово или это у нас сложение вероятности. Есть понятие произведение вероятности. То есть, произведение вероятности происходит тогда и только тогда, когда происходит и событие А, и событие В. Часто говорят, что события А и В происходят одновременно. То есть, когда я выговариваю И, не надо умножать эти вероятности. И противоположные события событию А. Если у меня исходные события не происходит, это событие называется противоположные. Сумма исходного события и противоположного события равно единице. Ну, давайте начнем решать задачу. Первая задача. На экзамене 25 билетов. Сергей не выучил три из них. Надо найти вероятность того, что ему попадется выученный билет. Мы ищем вероятность того, что нашему другу попадется выученный билет. А выученных билетов у него от 25 отнимаем. Три невыученных, то есть 22. 22 выученных билета делим на 25, которые у нас имеются. Здесь надо понимать, что можем допустить вычислительного характера ошибку. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы в знаменателе у меня стояли сотки. 25 домножаю на 4, значит числитель тоже надо умножить на 4. Тогда у нас получится очень хорошая, красивая дробь. 88 сотых. То есть ответ 0,88. Вторая задача. Коля выбирает трехзначное число. Найти вероятность того, что оно делится на 5. Что такое трехзначное число? Мы прекрасно понимаем. Это числа, которые идут от 100 до максимально 999. Для того, чтобы решить задачу, нам надо сначала понять, сколько всего трехзначных чисел вообще. От 100 до 999. До 100 у нас сколько чисел? От единицы до 99. То есть, чтобы найти количество трехзначных чисел, я от 999 отнимаю первые числа, которые находятся с этой стороны. То есть отнимаю 99. Получится всего трехзначных чисел у нас 999 минус 99, 900 штук. Осталось ответить на вопрос, то есть найти, сколько трехзначных чисел делится на цело на 5. Я здесь беру 1000. 1000 делится на 5. Их у нас получается 200. То есть от единицы до 1000 у меня нацело будет делиться 200 чисел. И отнимаю те числа, которые находятся до 100. 100 делим на 5. Будет 20. То есть 1000 и 100 они у нас взаимно выгодные числа в нашем случае. Я от 200 отнимаю 20. Получится 180 чисел, которые делятся на цело на 5. И возвращаемся к вопросу нашей задачи. Надо найти вероятность того, что трехзначное число делится на 5. То есть отвечаем на вопрос, сколько чисел у нас делится на 5. Это 180. И скольки возможных? Из 900. В данном случае я тоже делаю удобно для себя. То есть делаю так, чтобы в знаменателе у меня стоялось число 100. Сокращаю число 180 и в 900 по 9. Здесь у меня будет 100. А в числителе будет 20. То есть наш ответ 0,2. Третья задача. Стас, Денис, Костя, Маша, Дима бросили жребий. Кому начинать игру? Найдите вероятность того, что начинать игру должна девочка. Ну, девочек из наших детей, только одна Маша, то есть отвечая на вопрос, одна Маша может из скольки возможных? Из пяти возможных детей. В данном случае из пятерки я делаю 10, домножая его на 2. И ответ 0,2. Четвертая задача. В лыжных гонках участвует 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России. Тоже та же классика. Начинаем отвечать на вопрос, сколько спортсменов у нас из России. Из России у нас 11 спортсменов. Всего спортсменов 20. Из 20 делаю сотку, домножая его на 5. Значит, мой ответ это 0,55. Пятая задача. Очень интересная задача с игральной костью. Игральная кость бросает дважды. Найдите вероятность того, что оба раза выпало число больше трех. Ну, все прекрасно знают, что такое игральная кость. У меня могут выпасть единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, либо шесть. Других случаев у нас нет. Отвечаем на конкретно поставленный вопрос. У нас должно быть число больше трех. Их у нас только три. То есть, три случая делим на шесть всевозможных случаев. Будет ответ 0,5. Это я бросаю только один раз. А наш кубик бросают два раза. То есть, я должна бросить наш кубик первый раз и получить четверку, пятерку, шестерку с вероятностью 0,5. И бросив второй раз, получить тот же результат. То есть, так как они у нас друг друга, а друг друга зависят, у нас идет умножение. Ответ будет 0,25. Шестая задача. В магазине канцтоваров продается 100 ручек. Из них 37 красные. Всего 100 ручек. Красных 37. Фиолетовых 17. Зеленых 8. Есть еще синие и черные. Их должно быть у нас поровну. Надо найти вероятность того, что Алиса наугад вытащит красную или черную. Нам здесь, чтобы ответить на вопрос, надо знать количество черных ручек. Считаем. От 100 отнимаем количество данных ручек. Это будет 100 минус 62, 38 ручек. 32, 8 делим на 2. Будет по 19 каждая из них. Значит, чтобы ответить на вопрос, я должна знать количество красных плюс черных ручек. То есть 37 плюс 19 ручек разделить на всего. То есть на 100. Ответ у нас будет 0,56. Последняя задача. Седьмая. В среднем из 100 карманных фонариков, поступивших в продажу, 8 неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный на удачу в магазине фонарик окажется исправен. Здесь я покажу два случая решения. Первое. Мы найдем вероятность того, что попадется неисправное. Это 8 из 100 фонариков. 0,08. А нам надо найти исправные. То есть от единицы. Чтобы найти вероятность исправного, я отнимаю от единицы вероятность неисправных попадания неисправных фонариков. Это у нас будет единица минус 0,08. То есть 0,92. Это первое решение. Второй способ. Надо сначала вычислить, сколько у нас всего будет исправных фонариков. Их у нас 92. И тоже найти вероятность того, что у нас исправных фонариков будет 92 из 100 возможных. То есть ответ будет 0,92. На сегодня мы заканчиваем наш урок. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok